Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Вот, друзья, мы вступили в послепасхальное время, действительно так, потому что сегодня в начале службы царские врата закрылись, как бы началось немножко иное время, когда всё открыто, когда есть чувство, что нет никаких преград, это всегда поддерживает. И так, наверное, было в Эдемском саду, когда человек разговаривал с Богом, мог что угодно спросить, мог в чём угодно сомневаться, и это всегда можно было оговорить, потому что не было никаких преград между нами и им. И первый день Новой Седмицы мы с вами вспоминаем вот то самое уверение Фомы. И если помните, этот день называется Антипасха, но это не значит, что против Пасхи, вместо Пасхи. В Древней Церкви в это время те, кто крестился, сменяли свои белые одежды на обычные, входили в обычную жизнь, в бытовые условия, и было очень важно для каждого из них дальше оставаться христианином. Несмотря на все условия жизни, которые есть рядом, несмотря на все события жизни, которые происходят рядом, остаться христианином. И, конечно же, в этой жизни у каждого у нас есть сомнения. И Фома, тот близнец, который сомневался, он как раз пример того, что апостолы – это не только иконы стиля, иконы святости, да, вот все у них нормально. У них много чего было ненормального. Мы помним о том, что они и не поддержали Христа, и не остались с Ним. И тут вот, на примере Фомы, мы видим, что вполне себе может человек сомневаться, пока не притронусь к его язвам, пока не коснусь его рук, не поверю. Но главное-то в этом не то, что он сомневается, а то, что Господь эти сомнения отлично понимает. Отлично понимает, как нам здесь бывает непросто. Трудно, больно и тяжело. Мог бы он одного Фому оставить? Ну, что ж, ради одного теперь приходить, что-то ему доказывать? Пусть поверит всем тем, кто ему рассказывает об этом. А нет. Он приходит ради одного Фомы. Ради того, чтобы сказать, вот мои руки, вот мои ноги. Что ж ты сомневаешься? Коснись их, и раны мои. И будь верующим. И, конечно, это сильное слово самого Фомы, который говорит Господь и Бог мой, не касаясь его рук. Такой он человек. Ему надо все пощупать. Но как же нам быть в этом мире? Об этом прекрасно говорит отец Александр Шмемм на том, что очень важно идти за Христом, даже когда ты не чувствуешь Христа. даже когда ты сомневаешься ориентироваться на то, что Он говорит тебе. Даже когда тебе кажется, что ты оставлен им открывать Евангелие и читать эти строки, применяя их в своей жизни. Смотреть на эту жизнь, радоваться тому, что у тебя есть. Это так, оказывается, важно. И я давно, почему-то у меня на сердце лежало, именно сегодня я захотел прочитать один маленький отрывок из одной маленькой книжки. Ее рекомендуют в хосписах. Это история одного маленького ребенка, который уходит. Конечно же, это художественное произведение, но в нем столько важного и нужного. Может, кто-то это читал. Называется это произведение «Оскар и розовая дама». Написал это произведение Эрика Эммануэль Шмидт. Кто захочет, прочитает. Но там столько важного, как нам в этой жизни быть и жить, когда мы сомневаемся, как Фома. Когда нет пасхальной радости. А ее может и не быть, правда. Особенно сейчас, в таких трагических условиях жизни. Как же нам быть? И вот, что пишет этот маленький мальчик. «Когда я проснулся, мне почудилось, что мне уже 90 лет. Я повернул голову к окну, чтобы посмотреть на снег. И тут я догадался, что ты, Бог, приходил. Было утро. Я был один на земле. Было так рано, что птицы еще спали. Даже дежурная медсестра, мадам Дюкрюд, вздремнула. А ты, ты тем временем пробовал сотворить рассвет. И тут я понял различие между тобой и нами. Ты неутомимый мужик. Ничего не упустишь. Всегда за работой. И вот он день, вот ночь, вот весна. И вот зима. И вот она, пеги, блю. И вот Оскар. И вот бабушка Роза. Какое здоровье. Я понял, что ты был здесь. И открыл мне свою тайну. Нужно каждый день смотреть на мир, будто видишь его в первый раз. Что ж, я последовал твоему совету и применил это в первый раз. Я созерцал свет, краски дня, деревья, птиц, животных. Я чувствовал, как в моей ноздри входит воздух и заставляет меня дышать. Я слышал голоса, разносившиеся в коридоре, будто под сводами собора. Я ощутил себя живым. Меня переполняла дрожь чистой радости. Счастье бытия. Я был преисполнен изумления. Бог, спасибо, что ты сделал это для меня. Мне казалось, что ты взял меня за руку и ввел в сердцевину тайны, чтобы созерцать эту тайну. Спасибо. И вот в этом, мне кажется, наш с вами путь. Пусть мы сомневаемся, пусть мы его не видим, не слышим, но давайте радоваться тому, что мы друг у друга есть и поддерживать это, что у нас есть возможность видеть рассвет, что у нас есть возможность быть вместе в такой прекрасный праздник Антипасхи, Второй Пасхи, потом Третьей Пасхи и Четвертой Пасхи, когда мы вместе здесь под сводами этого храма собираемся. Аминь.